Привет, девчонки! Привет, мальчишки! Мальчишкам, наверное, особый привет. Кстати, вот поздоровалась со всеми и сразу у меня возникла мысль. У меня прям прибавляется подписчиков мужского пола. Меня уже Женя заподозрил в неладном. Он мне уже говорит такую вещь. Я не понял. Только, говорит, я на работу на смену, а у тебя тут подписчиков мальчиков прибавляется. Ты тут видео, что делаешь? Что за видео ты публикуешь? Я говорю, не знаю. Я говорю, видео публикую вроде бы в основном для девочек полезное. Думаю, интересное, раз девочки на меня подписываются. Ну вот оказалось, что мальчиков прибавляется. Поэтому мальчикам особый привет. Такой прям пламенный. Может, еще больше прибавится мальчиков. Сегодня видео хочу посвятить, наконец-таки, пустым баночкам. Как-то их у меня немного, прям вот совсем чуть-чуть, но расскажу уж о них и выброшу. А то у меня уже как-то закралась мысль внутри, что я не бухгалтер, я кладовщик. Я уже складирую в пакет пустые баночки, дабы показать их вам. Как будто у других не хватает пустых баночек. Господи, этих пустых баночек уже... Ну, все равно. Показать надо, а вдруг авось кому пригодится. И я думаю, что у меня эти пустые баночки как-то в пакетике уже начали складироваться. Я в декабре ничего не делала о пустых баночках. Поэтому это, наверное, будет декабрь и январь, потому что вот на дворе 7 февраля уж как-то надо расквитаться с ними. Начнем по порядочку. Начнем с гелей для душа, которые я использовала. Вот такие вот гели для душа L'Epetit Marsilier. Один с белым персиком и нектарином, вот такой оранжевый. И другой у меня... Ой, только что увидела. Вот правильно говорят, мы сначала попользуемся, а потом прочитаем этикетку. Гель для душа экстра мягкий. Я не знаю, экстра он мягкий или нет, я ничего такого особого не заметила. Флёр д'Оранж, я уже рассказывала в своих видео, вот этот вот гель из серии L'Epetit Marsilier мне нравится все-таки с апельсинчиком. Если вот из них выбирать, то я все-таки выберу вот этот вот беленький. Он мне больше нравится. Вот их я израсходовала. Дальше гель для душа DAF. Уже говорила, что у меня и мыло такое было. Ну вот не знаю, как-то вот это аромат инжира и цветка апельсинового дерева DAF. Вот такой. Как-то я не знаю. Вот у меня вот с серией DAF как-то не очень складывают соотношения. Я не скажу, что гель плохой, но из всех гелей, если выбирать Невеевский или Петимарсилье, все-таки, наверное, я на Невеево остановилась как-то вот, ну не знаю, не могу приспособиться. Вроде бы и густой гель, вроде бы и приятно пахнет. Но как-то мне чаще приходится на мочалку давить из тюбика. Поэтому расход идет как-то больше. Вот что меня не очень приличает в этом геле для душа. Вроде как и плохого ничего не сказала, но и слишком радостного тоже не хочу нахваливать его. Наконец-таки, я не знаю, я эту макадамию уже буду скоро называть злосчастной. Ну, в кавычках, конечно. Наконец-таки я его израсходовала. В фикс-прайсе покупала. Уже с этой макадамией смеялись, смеялись, смеху было. Но смех продлевает жизнь, поэтому думаю, думаю еще раз отрекламировать гель для душа из фикс-прайса с макадамией. Макадами лишним не будет. Ну, опять же, какой-то фикс-прайс 38 рублей. Ну, что мы хотим? Конечно, среди всего надо покопаться и найти что-то вот расприятное. И такое прям вот супер-супер, чтобы было. Нет, не буду к нему больше возвращаться. Из всего, что могу сказать, это приятно пахнет. Но как-то расход большой, и особо тело после него не скрипит как-то. Чтобы им отмыться, мне кажется, надо уж очень много тереться. Поэтому нет, не вернусь я к этому гелю для душа. Хоть и название очень уж развеселое. Макадами. Так, из продуктов Невея закончился у меня пилинг гель для ежедневного очищения. Уж очень он мне нравился. И гранулы там такие скрабирующие. Классное средство. Что-то вот никак еще не вижу в магазинах. Надо еще такой прикупить, потому что я не только раз в неделю или там пару раз в неделю устраивала пилинг себе для лица. Я им прям умывалась, потому что на то он и называется пилинг гель. Тем более для чистой матовой кожи. Матовость кожи лишней для меня не будет. Так. Гель для бритья из серии Невея. Оба геля для чувствительной кожи. Обеспечивают гладкое бритье и защищают кожу от покраснений. Вот такие вот два баллончика закончились. Разница в них. Вот этот голубой даже нарисован. А вот этот был беленький. Сейчас вы посмотрите вот на эти два баллона и скажете, а что это ты нам показываешь гели для бритья? Мужские. Будете смеяться или не смеяться? Я тоже использую гель для бритья мужской. Ну, у нас свои зоны, зоны бикини, подмышки, ноги. Я не заметила особой-таки разницы между женскими и мужскими гелями для бритья. Тем более, если они для чувствительной кожи и защищают от покраснений. Единственная разница, ну, девчонкам, наверное, создадут приятность. Добавят туда какие-то ароматизаторы. Они более пахнут там цветочками. И более флакон женственный сделают. Поэтому мы вот с моим молодым человеком напополам пользуемся. Так, перейдем. Шампунь у меня закончился вот такой вот, Шаума Q10. Попробовала впервые. Все время я брала для жирных волос себе что-то, для увеличения объема. Здесь я взяла вот этот шампунь. Это сильные послушные волосы с коэнзимом Q10 для хрупких истонченных волос. Для хрупких истонченных волос. Не знаю, отсвечивает, не отсвечивает. Вот такой вот шампунь. И мне, кстати, очень понравился. И волосы после него хорошо ложатся. И объемчик он создает. В общем, и промывает хорошо. Но хочу сразу вас насторожить. Зашла я опять в магазин, чтобы прикупить себе еще вот такой бутылек. Конечно же, я смотрю сразу на цвет вот этого флакона. Потому что все Шаума разные. Разные шампуни, они разные по цвету флаконы. Смотрю я вот на этот флакон. Такого вот золотистого он цвета. Подхожу, и вот здесь вот на золотой вот этой наклеечке написано. По-моему, для сухих каких-то поврежденных волос. Что-то такое. Стоп. Но ведь точно такой же флакон. И у меня написано для хрупких истонченных волос. Вот не знаю, то ли они вот эту этикетку что-то перепутали. То ли они сменили этот дизайн. И теперь такой флакон будет для волос сухих. Меня это насторожило. Но через несколько дней в другом магазине я купила вот точно такой же флакон. И написано для хрупких истонченных волос. Точно так же, как покупала и этот. Так что, вот что это была за шутка такая, до сих пор мне непонятно. И, кстати, к такому шампуню я купила точно такой же бальзам. И вот вкупе, вместе, очень они классно действуют на волосы. То же самое для хрупких истонченных волос этот бальзам. Я взяла. И хочу сказать, что вот этот бальзам мне так нравится по запаху. Знаете, что он напоминает? Когда у нас наступают предпраздничные дни перед 8 марта. И когда нам привозят орхидеи, вот цветочки в таких колбочках пластмассовых. Ну, в специальном растворе. И то, как пахнут вот эти орхидеи. Вот такой запах. Вот такой же запах у этого бальзама для волос. Вот у шампуня я не особо заметила, не слишком ярко он выраженный такой запах. А вот у бальзама вот точно как орхидеи 8 марта. Вот именно вот в этих колбочках. Так, и напоследок. Зубная паста Calgate. Очень мне нравится вот с кристалликами внутри. Она бывает, по-моему, зелененькая и синенькая что ли. Ну, не буду обманывать. Ну, какая-то из этих паст поядреннее, а какая-то более мягкая. Ну, вот с кристалликами я обожаю вот такую пасту Calgate. Ну, и закончились, ну, сам Бог давал, декабрь и январь, конечно, два месяца. Большая упаковка ватных дисков. Ватные диски двусторонние. Я брала марки Я Самая. Я не заметила особой разницы, если брать какие-то, ну, марки широко распространенные в косметике и в уходовых средствах за лицом. И вот марка Я Самая. Достаточно дешевый продукт, что касаемо влажных салфеток или ватных дисков. Вот диски вполне хорошие и не треплются на несколько частей, то есть они двойные, достаточно плотные. Ну, и из этой серии Я Самая, к сожалению, выбросила упаковку из-под влажных салфеток. Тоже неплохие, салфетки достаточно плотные, не расползаются. Потому что бывали такие пачки влажных салфеток, что там такой материал, что аж прям расползается в руках. Стоит вытереть руки или там воспользоваться для снятия косметики. Прям расползаются у меня в руках. Вот, пожалуй, и весь мой набор пустых баночек. Не слишком густо, но все, чем воспользовалась, рассказала. Пока-пока, до новых встреч на моем канале в следующих видео. Счастливо! Счастливо! Счастливо!